Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. И сегодня, по просьбам некоторых моих подписчиков или просто моих зрителей, я решила показать ознакомительное видео, где я хочу вам поближе показать свои, как сказать по-русски, кулончики, да, это Tree of Life, это дерево счастья, которое символизирует семью, но также является прекрасным талисманом. Оно очень популярно. Да, здесь вот оно в Америке, но я думаю, в России оно популярно. И, к примеру, вот это вот я сделала с добавлением ракушек, посмотрите, разные раковины и кристаллы. Все кристаллы, которые я использую, не содержат свинца. Это переливается, да? Далее у меня будут кулоны уже именно сделанные из проволоки и камней. Вот как вы видите, вот эти вот камушки мелкие, это турмалин. Турмалин на самом деле достаточно дорогой камень, поэтому вот такие сколы камней, именно маленького размера, буквально 3-4 миллиметра, это достаточно распространенное явление. Чем больше размер вот этих вот сколов, тем, конечно, он будет дороже, но от этого свойства не изменяются. Вот это тигровый глаз. Очень я обожаю этот камень. Он действительно очень красивый. Он буквально переливается. Вот вы видите, даже вот сейчас вот идет перелив такой золотисто-желтый. Вот я поворачиваю камушек. Это подобие апельсинового дерева. Я сделала его из сколов малахита натурального, не крашеного, конечно же. А вот это уже бусины, это уже крашеный кварц. Но опять же, кварц также проявляет свои свойства, вне зависимости от того, окрашенный он или нет. Главное, что он натуральный. А здесь это может быть уже дерево, либо вишни, либо граната, кому как нравится. Тоже малахит. А малиновые бусины, это уже как раз-то и есть гранат. Опять апельсинка, но поменьше, посмотрите. Вот это у меня побольше, вот это поменьше. Тоже малахит и кварц крашеный. А вот это вот деревце, сделанное из бусин натурального хризолита. Или перидота, как его еще называют. Тоже он натуральный, не крашеный. Ну а вот это вот деревце, такое оно все пушистое. Это камень родолит, камень любви. И зеленый авантюрин. Ну вообще, вы можете выбирать камни в соответствии или просто с наличием его у вас. К примеру, у вас есть какой-то камушек, вы можете сделать. Либо уже по, скажем так, магическим свойствам. Ну, к примеру, вот смотрите, тигровый глаз. Он вообще мгновенно восстанавливает нехватку энергии. Ну, то есть не такой энергии, когда у вас, например, свет отключили. Вы взяли его в руки. Так, все, давай, свет обратно включай. Нет, конечно же, это именно энергетика человека. Он ее может мгновенно восстановить. И также он оберегает от ревности и от конкурентов. Поэтому, если вы в бизнесе, то смело можете носить именно вот такой вот талисман, вот такое вот дерево счастья. Турмалин. Турмалин, он вообще очень сильный проводник энергии. Наверное, один из самых сильных. Его даже нельзя просто постоянно носить. Потому что он может нарушить энергетический баланс человека. Но не пугайтесь, вообще вы же не будете в нем спать, правильно? То есть, что имеется в виду нельзя постоянно носить, это то, что его просто носите. Например, да, несколько часов куда-то одели, пришли, сняли. Вот и все. Все, все прекрасно. На самом деле, на самом деле, это очень полезный камень. Он бывает различных цветов. Он бывает черный, зеленый, розовый, желтоватый. Вот, к примеру, черный камень, да, у меня его здесь, по-моему, даже и нет. Это как раз-то камень магов, поэтому я даже с ним не связываюсь, он мне не нужен. А, например, зеленый, он ускоряет процессы мышления, к примеру, поэтому очень его рекомендуют. Вот, еще раз покажу поближе. Здесь есть и зелененький, и розовенький. Вот, розовенький. Зеленый турмалин рекомендует именно школьникам, учащихся колледжев, университетов. А также розовый, розовый, он помогает несчастным влюбленным, да. И он также помогает в творчестве и дарит вам молодость и творческие силы. Так что турмалин я очень люблю. Ну, по всем камням я останавливаться не буду. А если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, пишите, я с удовольствием отвечу. Я с камнями работаю уже давно, наверное, лет 7 уже. Ну, и вот малахит, так как у меня 3 дерева счастья именно с малахитом, но я скажу, что вообще малахит – это очень-очень хороший камень. Он обладает очень приятной положительной энергией и очень положительно влияет на вашу нервную систему, на нервную систему человека. Также он развивает дар красноречия и улучшает память. Поэтому его также можно смело рекомендовать тем, кто выступает перед публикой. Вот мне сейчас надо его… Я сейчас выступаю. Да, ну и так же можно и школьникам, и тем, кто учится. И если вы хотите, чтобы я сделала мастер-класс по этому кулону «Дерево счастья», пожалуйста, пишите в комментариях. И, конечно же, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok